Копает Только вот рощи от слез этих самых черных Сушит огонь мою душу и боль не унять Сколько уж дома, а мама, афганские сны Видит и в каждом от пуль закрывает меня У меня есть целый такой длинный-длинный список песен Которые написаны или в Афганистане, или немножко после Афганистана Песен, которых нет в моем активном репертуаре Более того, большинство из них я уже не пою десятилетия два Они имеют такой... там нет выдуманных историй Там нет выдуманных персонажей, героев Там нет даже имена География там все с такой документальной достоверностью И художественное проникновение там на уровне, опять же, таких документальных обобщений Не пою я их по разным причинам, не пел эти долгие годы Но вот буквально в последний год ряд уважаемых мною людей Людей почему-то как-то обращают меня к этим песням Вот из них... один из них Игорь Морозов Как-то не так давно мы были у меня дома В 4, где-то в полчетвертого утра С Мишей Леонтьевым Мы сидели уже, но машина ждала То есть, вот понимаете, все уже вроде бы как все ресурсы должны исчерпаться И вот Мороз начинает их петь И поет достаточно продолжительно Те песни, которые я уже забыл Меня удивляет, что тот же Миша Леонтьев Он внимательно слушает и никуда не торопится Хотя он будний день, завтра У него в неделю выходит один 80-листовый журнал Однако, глянцевый В неделю Там 5 его статей Можете представить, какой темп работы Он сидит и слушает Это раз Второе, значит, вот второй человек это перед нами Юрий Трифоненков Вот он как-то услышал, не от меня, услышал песню И очень удивился Кстати, ее здесь исполняли Напротив вот этого аквариума И говорит, Миша, говорит, твои самые известные там, которые ты поешь песни Вот, они не что по сравнению Но это просто, конечно, такое первое впечатление Но тем не менее Тем не менее, так было И вот третьего сегодня назову Два альбома я увидел и сегодня подписал Это такая первая звуковая антология афганской песни Которую издали в Новосибирске и в Чите Один из создателей, это Гена Ларионов Он в первом выпуске издал из 10 дисков Один мой такой, который, ну, он 5 раз переиздавался Такой диск афганских песен И как-то там, в общем-то, он разошелся Хотя и из него тоже я вот те именно афганские, про которые он говорил Я так совсем далеко не все пою Но вдруг он мне предлагает Говорит, Миша, а не мог бы ты собрать те песни, которые вот Ты не пел и не записывал никогда Написанные в Афганистане И вот под давлением, вот, там еще были ребята Я подумал, ну, наверное, имеет смысл это сделать Прошло время Но он провел изыскание в архивах, в видеоархивах И нашел те песни, которые думал, что уже и восстановлению не подлежат Вот Верстаков, в частности, в книге «Афганский дневник» упоминает там про Песенку о комендатуре и даже ее там цитируют Там еще как-то вот Ну и, в общем, я эти песни восстановил Я эти песни полгода пел дома Несмотря на такой жестокий, жесткий, как говорили, там своей жизни Записывал потихонечку И такой альбом он выйдет Будет он называться, в новой антологии Будет он называться Возвращаемся в шиндаг мы как домой Возвращаемся в шиндаг мы как домой Взгляд ласкают, а чертами я знакомые Зачитит труба отчаянной парно И не дома, а как будто дома ты Хоть одна она и пусть Все же улочкой пройдусь В нашей ростанье Ближе звезды к нам Письма взявших карандаш Удираешь ты Письма взявших карандаш Удираешь ты И с друзьями все нежнее Здесь они тебе нужней Сам маешься Возвращаясь же в родные города Где не в горы вжат осень А меж кварталами Почему-то возвращаемся сюда Вечерами от любимых рук усталыми И в российский летний зной Край пустынный и чужой Вдруг пригрезется И с шиндагмской стороной С трудным счастьем И с собой сердце встретится И в российский летний зной Край пустынный и чужой Вдруг пригрезется И с шиндагмской стороной С трудным счастьем И с собой сердце встретится В учебке, где по прочным слухам В Афган готовили солдат Под осень вспыхнула желтуга И переполнила медбаб Под осень вспыхнула желтуха И переполнила медбаб Больных в Союзе оставляли И здоровяк купил малян Чтоб сослуживцы не узнали Стакан мочи за три рубля Чтоб сослуживцы не узнали Стакан мочи за три рубля Стакан коричневой желтушной Он опрокинул Стакан мочи за три рубля Стакан мочи за три рубля Войной уже не попрекнут Воевали мы тогда с пьянством Нишудина Николаевича приятель честно заложил Мол, начальник пил, а я человек идейный И в Афган таких нельзя, будут кутежи Мол, начальник пил, а я человек идейный И в Афган таких нельзя, мол, будут кутежи Мол, нарочно, чтоб мои принципы упрятать В зарубежном далеке шлют из Минска вон Тот приятель загущало, распаляясь сляко По всему ему в Афган было не резон Тот приятель загущало, распаляясь сляко По всему ему в Афган было не резон Николаевич потерял должностную шапку Бог с ней, пусть уже не так Сердце чистота Пусть Чернобыль за спиной А он собрал в Афганку вещи И в Афганистан рапорт накатал Чин-чин, чин-чин, чин-чин на рек, чин Через года полтора в Минске у вокзала Повстречались награждан Смылся тот, другой, биркой привокзанной Грудь его сверкала Грудь же Николаевича красною звездой Грудь биркой привокзанной Грудь его сверкала Грудь же Николаевича красною звездой АПЛОДИСМЕНТЫ Айриска мне говорит, ну, ты пойми, что музыка, она все-таки тянет на себя одеяло. И стихи сами, вот как стихи, они, когда сплетаются с музыкой, они теряют часть своей сути. Ну, я с ней, в общем-то, согласен. Поэтому я стал кое-какие свои песни просто читать. Ну, что, братва, махнем на боевые. В охотку риск, жарища нипочем. Все нипочем, когда мы молодые. И рядом есть надежное плечо. В политотделе нас собралось трое. Нас трое обычный, у двоих ребят. А мне впервой, и если не героем, то славным парнем чувствовал себя. В дежурке телефон привычно звонко. Заголосил на весь политотдел. Случайный разговор, порыв мой, скомкал. Шальным осколком в памяти засел. У телефона Вишкин. И по-свойски. Вдруг из Ташкента кто-то попросил Билет пробитый пулей. Комсомольский. В музей. Нет, нету, Боже упаси. И Пауза. Да нотки деловые у Вишкина звучат. Хоть не люблю я обещать. Сейчас на боевые и тв-тв-тву. Но будет что, пришли. В музее том, бывал я да в Ган. Бродил по гулким залам не спеша. Не чувствуя подвоха и обман. Дышала чистой святостью душа. И вот пихнули в спину-то с откосом. Как гарью-хмарью вмиг обволокло. Как будто кто-то перед самым носом Вдруг саданул в музейное стекло. Представил зримо некто деловито. Вздохнув для вида. Хоть подкожно рад рассматривает. Пулею пробитый, облитый кровью редкий экспонат. В глазах почти звучит мотив печали. Почтительно движения тяжелы. Едва поймешь, что смерти этой ждали, Когда еще мальчишка был живым. Эх, Вишкин, мы с тобой исколесили потом Немало огненных дорог. Под Кандагаром вместе грязь месили. Ведь ты мне дорог и не так уж плохо. Тебе бы, Леха, жить в иных рассказах, Где свят приказ и тьма смешных проказ, Где с вечной улыбкой чумалы Салагу выручал меня не раз. Но помня случай тот, в себя смотрю я, Когда ж твои слова и мне в укор Упорно в сердце черствость я корчу О динамитом давний разговор. Ночи шачил, упаковывал подарки, Попотел, видать, на совесть вражей ас, Сделал он под сковородку скороварку, Весь опутанный лобушками фугас, Сделал он под сковородку, Сковородку скороварку, Весь опутанный лобушками фугас, Обнаружив утром адскую машину, Под дорожной бетонной плитой, Приказал сапер укрыться всем в лощину, За посуду я ручаюсь головой. Приказал сапер укрыться, Да укрыться всем в лощину, За посуду я ручаюсь головой. Эх, рвануть бы, как инструкция глаголит, Да не скоро вновь бетонку соберешь. Боже, долго как заснул на минах, что ли? Наконец-то выходи, ядрё на вошь. Боже, долго, да не заснул я, Эй, заснул на минах, что ли? Наконец-то выходи, ядрё на вошь. Лишь под вечер буркнул, Сняли без помарки, Чтоб не думал, гад, Что не найдём ключа Возле ног его в трофейной скороварке. Постный блин миролюбиво зашкварчал. Возле жнок, ведь возле жнок его в трофейной скороварке. Постный блин миролюбиво зашкварчал. А вот следующая песня, она как бы объясняет, Почему в Афгане было легче пользоваться тем, Что просто буквально лежало под ногами. Невозможно выдумать, просто невозможно выдумать Того, что происходило. Я помню, к нам приезжал в редакцию Из Комсомольской правды, Он в буквальном смысле Правды журналист Он в буквальном смысле Стал перед редактором на колени. Оставьте меня. Оставьте меня здесь. Я буду там убирать, буду всё делать. Но оставить, конечно, было нельзя. А все мы, конечно, роскошествовали. Во-первых, мы сами всё это испытывали. Весь этот накал между жизнью и смертью. Между любовью и ненавистью. А во-вторых, Конечно, Мне было очень его по-человечески жаль. И, в общем-то, понятно. Именно потому, что выдумать, Вот даже вот всю жизнь следующей песни Просто назвал его Случай в госпитале. И просто я даже попытался Так поставить Диалог. Вы не смотрите туда, Им же надо собираться. Просто собираться. Они не вредничают. Просто им надо собираться. Через 25 минут Заканчивается наше время. Поэтому придётся мириться. Вот. Так вот. Даже вот диалог Я попытался тот сделать, Который был на самом деле. У Паши Ларионова, Павла Фёдоровича, Потом и сейчас уже. Пашку сорвало с брони фугаса, Пжало меж камней взрывной волной. В первый раз Очнулся парень сразу В госпитале только во второй. Шевельнуть рукой, Ногой бессилен, Вместо тела Огненный язык, А вокруг Одна другой Красивей, Бегают Хоть от лови Да в сыпь. Только где уж Даже речь овечье, И не смог он, Блея, Позразить. Той девчонки, Севшей на предплечье, Эх, девичья медсестричья, Прыть. А она поводилась И мило на ладон Гнездилась, Как на стул. В десять дней Собрался Пашка с силой, Пальцы под курносой Шевельнул. Вмиг взлетело Несколько пощечек, Хлёстких, Хоть и маленькой рукой. Залепил он, Только между прочим, Пашка был развязки рад такой, Ведь потом всего Исцеловала, Схлебывая, Господи, Ожив. Улыбнулась, Как ребенок малый, Здорово придумала, Скажи. Параду па 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 па. Параду па 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 па. А теперь надо как-то так, чтобы умстить какие-то песни. Тогда Битонку. Тогда те песни, которые известны, я их по... Это спою в последней. Давайте, Бета, все-таки спою. Без истории тогда буду чесать. Если кому-то интересно и кому-то какие-то вопросы возникнут, то отвечу. Но вообще песня, конечно, она шире событийных подоплек. Карбюратору, как и легкий, не хватает кислорода. Нет ни моих, ни лошадиных сил. Руля, вмотаный винтами, рвет ладони и взял же моду. Ну что взбесился, я же тебя просил. С пылью под салбас ползает. И глаза их раскидает. Камнишены разгрызают в дрызг. Тошно не станет, а тонко. Ты же бетер, не девчонка. Да, держи стель за нам нынче вниз. А дойдем от пыли всю седую. Я тебя, мрати, моя броня. Крепко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Может, за этим вот поворотом кратко откашлялась пулеметом. Это вот молчаливая гора. Бронежилета чуть не хватило. Прямо под горло пуля прошила. Бульку прошила с нашего двора. Как он резково прыгал на мото. В житцах на танце, что не суббота. С лабом бетер тебе беззабот с ногу. Жилю сколько и ближе, чем братья. И умирал он в твоих объятьях. Кода ты носишь над смотровым стеклом. Когда идем от пыли всю седую. Я тебя, мрати, моя броня. Крепко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Впереди задохнувших заглохла чья-то броня. И теперь там плохо. Но молоча как носом я ее попер. Только держаться надо держаться. На перевале дам отдышаться. Ты ведь все можешь, бог, а не транспортер. На верхотуре в тысячи метров. Все я забуду про солнце и ветры. Буду как матерь возле твоих яран. К черту сух, пои воду и реку. Ты не машина, как человек. Ты выдержи рей последний начерт. Чаран. Коль дойдем от пыли всю седую. Я тебя, родимая броня. Крепко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Крепко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Здесь дорожный знак не в загоне. Есть один и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне. Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку. Нет колес да груз на плечо. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько мобилисков из башен На дорогах этой земли. Скольких, скольких мальчиков наших Под броней не убегли. Сверху глянь, а можешь со знамки. Все чисты идут освещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Видно, не по чьей-то обложке Нет границу знаков навек. Не для этой только дорожки Для дорог стоит он для всех. Мир, да пулемил, с позоронку Помолився, был бы грещен. Но в нем нельзя кататься на танках. Танкам в нем проезд запрещен. Но в нем нельзя кататься на танках. Танкам в нем проезд запрещен. Ушел с оружием в руках В ночную темень на удачу Ушел с поста Сквозь жуткий страх Что будет все теперь иначе Пусть навсегда А судят здесь Ведь за чертой другое свято Зато в канате тетка есть А там оврай живут ребята Полком искали, спившись ног Но отыскала контрразведка Акмену был назначен срок Хоть духи шли на это редко Пацана слезами салона Другим еще платить немало А дали им за пацана Двенадцать прав вести, а мало Па-дам, па-дам, па-ду-да-ду-да Па-ду-да-пам, па-да-ду-да-пам Он самолет Подонком влез В союзе он Сошел героем Но как же так У хлопца стресс А вы мальчонку Под конбуем Наверное, надо чуть-чуть пояснить Это афганец, он принимал интернет То есть, это связь секретную У нас То есть, он весьма Обезображен интеллектом афганец И он забил мне голову Он вспомнил, что 14 стран Антанты Запомнил на всю жизнь Нападало на нашу молодую советскую республику Афганец А я забыл Я ему тогда говорю Слушай, меня давно интересовал вопрос О расстреленных кишлаках Говорю, давай с тобой поиграем в одну игру Сел напротив Мусульманин В доску свою А акцент Давно в расчет не беру Пусть не наша форма Веры другой Предложил ему Такую игру Предположим, я Буржуйская масть Я из штатов И спрошу Напрямки Почему, когда народная власть Артагонь советов Жрет кишлаки Что же, Янка, улыбнулся сосед Помнишь, как у вас Гражданская шла Нынче север вами Всеми воспел А ведь он хороший Сжег юг дотла Есть афганский Свой пример У меня В кишлаке Собрались Банд Главари И кишлак Тут окружила Браня В репродуктор Выходи Говори Но не вышли Главари За порог Всех же Смирных Мирных Взяли в залог Ждали долго А потом По соплям Дать пришлось Не только им Главарям Всем, кто выжили В кромешном Аду В волю сахара Муки Сухари А в округе Как в весеннем Саду Смех И песни Больше нет Главарей Может быть Где-то В союзе Увидимся мы Коль не представится Случай нам Убыть В загробной Может быть Свидимся В самом Разгаре Зимы Там И зима Нас согреет Тут робы С угробной Но Если Будем Мы Жить Даже Тысячу Лет В нас Не сотрется Вернется В бессоннице Тихо После закатной Порой Этот Афганский Кровавый Рассвет Пить не умею Но Третью Я Выпью С тобой Как-то Заметил В Афгане Берем За Выставал Что Без Камней Затерсался Межчурками В кузах Чтобы Сгореть И согреть Чей-то Кров Чей-то Стол Вспомнил Ребят Не увидишь Которых В союзе Но Если Будем Мы Жить Даже Тысячу Лет В нас Не сотрется Вернется В бессоннице Тихо После Закатной Порой Этот Афганский Афганский Кровавый Рассвет Пить Пить Не умею Но Третий Я Выпью С тобой Мамки Ты Сын Что Ж Ты Улыбишься Так Обормот Вадька А помнишь Ты Первый Наш Год Офицерский Он Не Ответит В тот Год Прикрывая Отход Вадька Погиб И Порубал Душманами Зверски Но Если Буду Я Жить Даже Тысячу Лет Нет Не Сотрется Вернется В бессоннице Тихо После Закатной Порой Этот Афганский Афганский Кровавый Рассвет Вспомню Я Вадьку И Третий Я Выпью С Тобой Песенка о комендатуре Честно говоря Я не вижу В ней ничего Такого Какого-то Большого Смысла Там Поясню Или напомню Что Самолеты С почтой Не брали Со снарядами Со вооружением Не брали То есть Ты мог В комендатуре Просидеть Я не знаю Какое-то Количество Огромное Часов Можешь уехать Потом Обратно Вернуться Чтобы улететь Это была Большая проблема И я написал Такую злую Песню Как я думал Прошло время Покойный Нечезайцев Недавно Книжку Память о нем Выпустили И Саша Минаев Привели Меня Сейчас Смотрите Такой сюрприз Такой сюрприз Приводят Меня К вас К военному Где штаб Находился И парень Такой радушный Открывает Мне свои объятия Оказывается Он в шинданте Был в комендатуре Служил Ребята У меня В общем-то В самые тяжелые времена Проблем с билетами Больше не было Это единственный раз Когда песня Написанная Злая Познакомила меня С ним Причем Я приносил ему У меня огромное рау Трое детей Там Жена Ему все время Как-то переедают Все Никогда Он не взял Ни одной бутылки Коньяка Ничего Ни конфет Вообще ничего Но когда Диск какой-нибудь Ему Подгоняешь Он брал его Из такой вот Нежности Честно говоря Я такого Восовца видел Там впервые Хотя даже Среди них Были у меня Какие-то приятели Ну а Само по себе Она песенка Такая Но восстановил По просьбе Верстакова Которого Вы тоже Наверное Знаете Шендант Погода ясная Ласкает Сижу один На весь аэропорт Борта Как мухи В мусоре Летают Но где же он Мой незабвенный Борт И кажется Вокруг Полно народа Пахнуло Милой стороной Опять Где дуще снег Нелетная Погода И касса В ней билетов Не достать Большой поклон Спасибо вам Комендатура Который раз Иду по взлетке Я и снова Не удел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет Который я не сел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет Который я не сел Был случай На ташкентской Пересылке Действительно был Одна гражданка Очень нарвалась Убрали трап Она без трапа Пылка Почти штаблюк Закрытый Забралась И вскоре Лайнер в небе Растворился А мы Багаж обратно Волокли Тот самолет Потом не приземлился Вы в первый раз Мне жизнь Когда спасли Большой поклон Спасибо вам Комендатура В который раз Иду по взлетке Я и снова Не удел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет В который я не сел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет В который я не сел Зверею я И становлюсь опасен Обрыдло Уговаривать себя Хоть в путь последний Полететь согласен Возьми не только Пусть по мне скорбят Я не один Теперь толпятся рядом Майор К виску Поднял Свой пистолет Боеприпасы Я готов Снарядом Ах Почта Запечатайте В конверт Большой поклон Спасибо вам Комендатура В который раз Иду по взлетке Я и снова Не удел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет В который я не сел Кто может знать А вдруг бы дух Избили за дуру Тот самолет В который я не сел Хочется всего И много Давайте Сюжет о последнем раненом Такая Меня вдруг приехали Итальянцы снимать Вывод Бой за полгода Мне дали такой размер Про который я даже не знал Что существует Афганки Ну эксперименталка Концертная Он потом долго Сейчас в музее висит Я чувствую Какая значимость Я пришел в госпиталь Сюжет был таков Предложенный Политотделом Я принешу печенье Раненому бойцу Ну естественно Сослуженцу Назначенную Моим сослуженцем Значит И вся палата Радостная Значит Поет Подмосковный И червак Я понимал Что это мраз Чистой воды А итальянцы Они бодрые Молодые ребята Значит Они сразу От постановки Отказались Так Легко Для них там все было Нашим нет А им да Как и всем западным И они сразу Раз 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 Так Увидели раненого бойца Посадили на этот сам Он хотел выкинуть сигарету Он говорит Не надо гасить Работаем Не надо гасить сигарету Курить естественней Но Присядьте на лавочку эту Отлично Снимаем кино Шустрят итальянцы Заранее На пленку Ложится сюжет О том Кто на выводе ранен Хотя еще вывода нет О том Кто последний На выводе ранен Хотя еще вывода нет Устроили елки Смотрели Улыбка Для кадра Вопрос А вам Итальянские Мины Встречались Увы Довелось И я на итальянке Рванулся Сапер ее Не нашли Боец Глубоко Затянулся Взглянув На свои Костыли Итальянки Они пластиковые Мины Их у нас Вот использовали Для того Чтобы в банях Светильники Там делать И все Но на самом деле Да Я вижу Я ее Последний Спою Простит Валера Простит Сейчас Давайте Давайте Перед выводом Бост Хотел Прочесть Ну так Сыра Да Какое К черту Братство До отправки Дней за пять Был приказ На святотатство Ничего не оставлять Чем они Так лучше Сами Что сломали Что сожгли Парни Бравые С ломами К бюсту Ленина Пришли Парни Бравые С ломами К бюсту Ленина Пришли При огромный Неподсудный Гипсовый Стандартный Взгляд Начиналось Дело Трудно Все же Ленин Все же Свят А затем Пошло Кусками Оказался Пустотел Был бы Ленин Бил бы С нами Свой Штампованный Удел Бил Был бы Ленин Бил бы С нами Свой Штампованный Удел К черту Гипсовые Бюсты В них Ли смыслы Нам искать Если там Под гипсом Пуст Так о чем же Горевать Давайте Есть Валера Коновалов Вот Из Из Дальнего Зарубежья Из Европы Пришла Такая Просьба Спеть Сегодня И Завтра Я ее Тоже Тысячелетний Играл Я ее Записал Вот этот Альбом Вот Ее Поет Игорек Ну я Вот Разучил А Валера Коновалов Чем Интересен Он Был Он Был Значит Радио Свободная Свободная Европа Радио Свобода В Мюнхене И С той Стороны От Бакистана Каким То Образом Он Проникся Нашими Песнями Вот Он Приезжал С той Стороны И Потом Мы Встречались Вообще Есть Много Потрясающих Таких Историй Например Одна Из них Валера Пригласил Меня К себе Домой Там Топтун Там Все Я ему Купил Томик Рубцова Вот По случаю У меня Или Ну Был Там А он Мне Дал Часы Которые Долгое Время Работали Заплатил Таксисту Как Сейчас Помню Полтинник И На Десятку Тогда Мы Жили Очень Плохо И На Десятку Последнюю С Этого Полтинника Моя Семья Количество Пяти Человек Потом Целую Неделю Жила Не так Давно Мы С ним Увидимся Он Говорит Ты Меня Узнаешь Я говорю Твои Часы А ты Я б тебя Осыпал бы Я говорю Нет Мы Горд Нам Не Надо Ну Вот Ну Видимо Уже Да Последние Остается Три С Половиной Минут Завтра Все А Сегодня Война Завтра С Родиной Мы И С Родными А Сегодня Сегодня Прости Старина Если Пуля Все Это От Нем Завтра Будут Дороги Без Мил Тормозну И Квет Отоспаться А Сегодня С Войною Один На Один И Сегодня Обочинам Рваться А Сегодня С Войною Один На Один И Сегодня Обочинам Рваться Завтра К Оператор Родной Нас Пропустит Бесплатно В сортиры А Сегодня Отчизна За нашей Спиной Вместе С Нем Набирающим Жира Завтра Мелочь Пойдет По Рукам Все Вразмен Завтра Топать По Краю Кое-кто Беспоток Разменяется Сам Но Кое-кого Разменяем Кое-кто Беспоток Разменяется Сам Но Кое-кто Разменяем Как Сегодня Все Просто У нас И Порою Разжив То Счастливы И На Небо Глядим Словно В первый Свой Раз Это Завтра Завтра Скучать Без Разрыва Завтра Ты Как Моряк С Корабля После Шторма Сошедший Посходня И Когда Закачает Родная Земля Не Роняй Это Наше Сегодня И Когда Как Под Ним Закачается Земля Не Роняй Это Наш Сегодня Не Роняй Это Наш Сегодня Спасибо Еще 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 Ну Давайте Так А Что Бы Тогда Еще Миша просит Много Давайте Чневая Пыль Загар Сквозь Грязь Почти У всех Небрита Борода Та 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 Таллина В самом Краю Земли Провурный Марш Оркестр Играл Тогда Та 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 Таллина В самом Краю Земли Провурный Марш Оркестр Играл Тогда Движки Ревели Заглушая Тру Был Не до Парада Был Нам Честно Говорят Сил Не осталось Даже Поднять Улыбкой Губы А Потому Трудились Трубы Зря Не в Радости Музыкантам Дут Но Что Они Могли Угрюма Старый Барабан Под Палочкой Страдал Там Та 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 На Самом Краю Земли Провурный Марш Оркестр Играл Тогда Там Жарища Не Были Забыв Откуда Взялся Ох Но Вспомню Вдруг Ах Там Там Та 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 Лена В самом Краю Земли Бровурный Марш Оркестр Играл Тогда Нат Бровурный Аплодисменты Нат Николай Поддержка Продолжение следует...